приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы дорогие коллеги женщины труженицы садов огородов бывало ли у вас такое что консервация квашение приготовленные в дни менструации просто-напросто портились банки буквально в течение нескольких дней взрывали и запах у этой продукции был отвратительный у меня кстати было так всегда я провела многочисленные испытания в лунные циклы изучая когда лучше закатывать заготавливать овощи и фрукты и определила что любые заготовки в критические дни для женщин нельзя проводить причем не только консервацию квашение капусты яблок грибов помидоров других овощей но и собирать сам урожай нельзя такой урожай плохо хранился я бы эту тему не выносила на всеобщее обсуждение если бы не начинающие огородницы не обратились вот недавно ко мне с этим вопросом они то вернее с таким трудом выращенный урожай томатов получили вот такой неприятный результат урожай был испорчен банки взорвали и вот пришли спрашивают мы благоприятный день использовали вот лунные циклы и в эти благоприятные знаки закрывали собирали урожай но когда я уточнила все вопросы о времени консервации задала еще один вопрос о менструальном цикле и оказалось что в эти дни у них как раз было критическое время для женского организма я об этих днях знала от бабушки и мамы еще мама даже при выпечке хлеба при приготовлении теста для хлеба всегда меня спрашивала видела и знала что происходило со мной поэтому в это время я отстранена была от того чтобы помогать ей готовить хлеб и естественно находилась где-то подальше от кухни от того места где выпекался хлеб а бабушка всегда интересовалась при приготовлении различных солений как у меня обстоят дела со своим здоровьем и также не разрешала собирать урожай овощей и ягод и присутствовать даже когда она это готовила подальше далеко это можно было наблюдать но сами заготовки на зиму всегда она проводила сама именно тогда когда у меня вот такое было состояние организма что же такое странное происходит с женщиной во время менструации тема казалось бы не очень приятная но ее нужно поднять для того чтобы все кто занимается а сейчас все больше и больше будут заниматься тех кто будет иметь участки и выращивать различную продукцию на земле это единственное будет то что нам доступно для того чтобы вырастить для себя питание и я думаю что врачи гинекологи могли бы много интересного рассказать и есть доступно много информации о биохимическом состоянии организма женщины во время менструации и но я вот попробую все таки объяснить с помощью исторического примера вот эту ситуацию с тем что вот взрывают банки и плохо хранится продукция когда у женщины менструации так вот такой факт исторический во время японско-корейской войны которая длилась с 1592 по 1598 год 6 лет так вот эти шесть лет корейский генерал квак чеу носил все время красную одежду выкрашенную менструальной кровью девственниц генерал верил что темная женская энергия инь превращала его одежду в доспехи недоступные для японского огнестрельного оружия которое являлось олицетворением мужской энергии то есть его защищала женская сильная энергия из-за этого кстати наряд квака называли и самого квака называли генерал в красных одеждах что же знал корейский генерал в красных одеждах об этом феномене крови женщины во время менструации а он владел важной информацией об особых изменениях в энергетическом и физическом телах женщин при этом периоде и эту информацию можно кратко изложить примерно так при критических днях в организме женщины происходит полная перестройка гормонального фона для организма женщины это сильнейший стрессовый фактор при котором резко меняется биохимический состав крови как-то мне одна из медицинских работников даже показывала журнал и там была статья о том как полностью меняется биохимический состав крови именно в эти дни у женщины и там было объяснение почему женщины в этот период нервные у них бессонница плохое настроение и так далее потому что полностью внутри все это менялось и и почему вот это происходит с кровью и с этим периодом у женщины потому что вот во время менструации открывается вот эта рана в теле и это открытая рана требует особого внимания всего организма вот все органы все системы все энергетические тела женщины в это время выполняют одну важную задачу защитить единый организм от вторжения чужеродных организмов организм женщины через кожные поры в это время еще и выделяет особые вещества которые оказывают токсическое воздействие на окружающие тела организмы на все живое своеобразный яд такой защитный яд получается что женщины в этот период находится своеобразным защитным энергетическом пространстве энергетическом поле можно назвать и вещества вырабатываемые женским организмом и само пространство вокруг женщин это своеобразный энергетический щит токсический скафандр для всего что старается как-то попасть в это поле и поэтому вот это токсический скафандр делается изготовляется самим организмом женщины и вот кто попадает в это время с женщиной которые находятся в эти критические дни он попадает вот это тактическое токсическое воздействие и потому в критические дни не рекомендуется сеять семена высаживать растения собирать урожай закладывать его на хранение консервировать квасить плоды и ягоды потому что вот это токсическое воздействие оно также убивает те поля уже живых созревших плодов и естественно они портятся сильнейшая такая ситуация токсическая токсический удар всего что находится кто что вошло в поле женщины это я вот объяснила кратко о ситуации которая вот получается во время критических дней вокруг женщины ну и в самой женщине что делать мне могут возразить я хочу сказать что делать я уже наловчилась своей семье при большом количестве созревших плодов можно переложить заготовки на других членов семьи руководить издалека этим всем процессом и получается кстати очень хорошо все таки лучше зная свои индивидуальные циклы и благоприятные лунные дни можно заранее спланировать заготовки можно это сделать чуть раньше или же чуть позже выбор всегда есть главное хотеть и можно это сделать важно знать о факторах которые влияют на качество заготовок на зиму и закончу это видео вернувшись к историческому факту японско-корейской войны вот этот корейский генерал квак чел завершил войну кстати живым и здоровым зная уникальную особенность менструальной крови энергетический скафандр из красных одежд делал генерала неуязвимым в боях и давал особую энергию выигрывать бои у японцев очень интересно он всегда выигрывал эти бои кровь не только его защищала но и давала наверное вот эту интуицию которая есть у женщин и он знал что когда сделать и как правильно сделать а что же нам можно взять из этого исторического факта мы можем понять что в эти дни женщина очень сильный энергетик и все органы системы это женщины в это время настроены на защиту самой женщины самого организма женского поэтому в это время лучше всего отдыхать быть подальше от растений от урожая от заготовок эти несколько критических дней не сделают особой погоды в делах на грядках в саду на кухне зато сбережет то что выращиваем и в благоприятные дни уже зная их у нас кстати на нашем канале всегда на каждый месяц есть лунные календари всех агро приемов с растениями все агро прогнозы есть заранее поэтому можно использовать эти прогнозы составлять сопоставлять составлять свои личные уже календари для того чтобы сделать все что принесет личное здоровье для человека но и для здоровья зеленых наших питомцев потому что они тоже имеют свои поля энергетические и очень тяжело воспринимают вот это поле токсическое которое возникает вокруг женщины во время менструации вот такая сегодня необычная тема но по вашим просьбам мне пришлось ее поднять поделиться своим опытом и продолжайте задавать вопросы если они у вас есть делитесь своим опытом своими наблюдениями ну а мы сегодня прощаемся с вами всего вам самого доброго здоровья вам здоровья вашим питомцам ну и до новых встреч в новых видео субтитры сделал DimaTorzok